Всем привет! Сегодня я хочу вам показать, как правильно сварить кофе по-турецки. Когда я еще была первый раз в Турции, покупала кофе, и там в магазине турок нас угощал, ну, в общем-то, он не только нас, а всех покупателей, это такая у него фишка была, угощал нас кофе и рассказал, как он его варит, чтобы он был вкусным, ароматным. Ну, вот с тех пор я так и делаю. Ну, для начала нам нужно, конечно, кофе. Кофе желательно покупать и смотреть на срок годности, чтобы хотя бы не более месяца он был, и чтобы не был горелым. Ну, как проверить, чтобы не был горелым, это очень сложно, так как оно все в упаковках, это просто на пробу. Вот, я беру небольшими порциями покупаю кофе, маленький пакетик, и проверяю. Итак, будем молоть кофе. Кофе должно быть мелкого помола, тогда он будет вкуснее, ароматнее. Сейчас будем молоть его. Я уже насыпала в кофемолку. Итак, кофе у нас смололся, вот такой вот мелкий помол. И теперь на одну чашку нашего будущего напитка мы отправляем в турку две полных сборкой кофе. Но поскольку мы будем кофе пить вдвоем, я четыре ложки отправляю, даже немного больше, так как я люблю чуть-чуть покрепче. Затем выливаем холодную воду, ну, дистиллированную чистую воду. Я уже отмерила, всегда отмеряю чашками, сколько мне нужно выпить, сколько здесь кофе. Вот, и отправляем турку на плиту, будем варить. Турка у нас стоит на плите. Помешаем. И ждем. Ни в коем случае нельзя отходить, так как, чтобы он не убежал. И на медленном огне ждем, когда поднимется вот эта вот шапка. Наблюдаем. Вот уже шапочка поднимается немножко. Еще ждем. В идеале, турка должна быть рассчитана, если вы варите кофе на одну чашку, значит, турка должна быть на одну или на две, значит, на две. Вот. Когда-то мы пили кофе втроем. Я покупала эту турку тоже в Турции. Она латунная, уже такая, ну, ей не один год. Но она очень такая, она держит долго тепло. Вот. Вот уже шапка поднимается. И сейчас мы будем снимать с огня. Еще раз повторюсь, кофе варят на очень медленном огне. Вот. Шапка уже поднимается. Шапка поднялась. Я выключила плиту. Ни в коем случае нельзя доводить до кипения, чтобы оно там, ну, вскипело. Этого делать нельзя. И сейчас будем разливать по чашкам. Кто любит с пенкой, как я, значит, нужно из турки сразу переливать в чашку. И вот она будет пеночка. Немножко я помешаю. Разливаем. Разлила я уже кофе. Кто любит сладкий кофе, значит, сахар нужно добавлять непосредственно в турку, перед тем, как варить. Я же пью кофе не сладкий, уже это давно. Вот. Я уже так привыкла. Мне кажется, он более такой, ну, насыщенный. Вот. Некоторые не могут привыкнуть, чтобы кофе был не сладкий. Ну, и вот и будем наслаждаться. В Турции традиционно подают к кофе лукум. Но у меня лукума сейчас нет. И всё. Кофе сварился. Приятного кофепития. Кто со мной готовил. Всем пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok